Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч второго тура Лиги Наций Андорра-Фарерские острова. Статистика команд. Андорра в последних 10 играх 9 раз играла на Оби Забьют Нет и 6 раз на Тотал меньше. 5 последних домашних матчей Андорра отыграла на Оби Забьют Нет. Фарерские острова в последних 10 играх 7 раз играли на Оби Забьют Нет и 8 раз на Тотал больше. 5 последних выездов Фареры проиграли и все они были сыграны на Тотал больше. Как видим, обе команды очень любят играть в нулевые матчи, но при этом Андорра больше тягает к низовым играм, а Форери наоборот к результативным. В предыдущем туре Андорра играла на выезде в Латвии и чутом отмахалась на 0-0. Хозяева имели подавляющее преимущество и создали во втором тайме штук 5 реальных моментов, чтобы забить гол. Самый реальный был в начале тайма, когда Икауни Екс не реализовал пенальти. Даже после того, как Латвия осталась в десятером, у хозяев было два супер момента, чтобы забить, но все время на пути мяча оказывалась либо стойка ворот, либо нога защитника. Форери играли с Мальтой и провели самый зрелищный матч первого игрового дня Лиги Наций. Описывать игру не имеет смысла, ибо на это уйдет много времени. Хозяева имели колоссальное преимущество, но едва не проиграли. Из созданных 7-8 убойных моментов были реализованы далеко не самые очевидные. Интересно, что у хозяев все три гола забили футболисты с одной фамилией. Безусловно, вишенкой на торте стал последний гол ФРР, забитый на 90-е минуте. Брандур Ольсен исполнил удар со стандарта, которому позавидует даже Месси. Кто не видел, обязательно посмотрите этот шедевр. Последний раз соперники встречались в очных поединках в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2018. В Андорре была нулевая ничья, на ФРРских островах выиграли хозяева 1-0. Сборная ФРР выдала снов сшибательный матч, который запросто мог бы закончиться со счетом 8-2. Однако в гостевых играх ФРР выглядят очень и очень скромно. В последних 10 своих выездных матчах ФРР лишь дважды играли в ничью 1-1 с Мальтой и Латвией. Остальные 8 матчей проиграли, причем 5 из них в сухую. Но здесь следует сделать важную оговорку. В сухую ФРР проиграют обычно сильным соперником. Андорре дома играет достаточно посредственно, но как для своей силы вполне сносно. Основной часть домашних матчей Андорре играет в ничью. Победа была только одна в последних 10 домашних играх. 1-0 над Молдовой, еще было 5 ничьих, 0-0 и 1-1. Боки фаворитом ставят гостей на эту игру. Конечно, после того, что показала команда Эриксоном против Мальты, трудно не отдать ей предпочтение. Однако Андорре не Мальта. Защищаться хозяева умеет быть здоров, и вряд ли ФРР снова создадут так много голевых моментов. Если учесть тот факт, что из созданного ФРР реализуют в лучшем случае пятую часть, то и один забитый потенциальный гол для гостей в этом матче будет большим достижением. Андорре априори не забивная команда. В последних 20 своих матчах Андорре лишь в одном забила больше одного мяча. Дятюра голосует за 0-0 или за 1-0 в пользу одной из двух команд. Учитывая слабую игру ФРР на выезде и коэффициенты, целесообразно остановить свой выбор на непроигрышей хозяев. Таким образом у Дятюры получилась на этот матч связка ставок. Тотал меньше, обе забьют, нет, 1х. Самый высокий коэффициент стоит на 1х, 1.93. На тотал меньше, буки дают 1.55, на обе забьют, нет, 1.63. Пожалуй, самая надежная ставка будет вариант с тотал меньше. ФРР в последних двух своих выездах не забивали. Не исключено, что на этот раз что-то у гостей залетит. Нельзя исключать, что забьют и хозяева, которые не забивали в двух последних матчах. Вариант счета 1-1 имеет все основания быть рассмотренным. Подводя итог сказанному, логично остановить свой выбор именно на тотал меньше 2.5 за скромный 1.55. Пусть коэффициент не велик, но ставка достаточно надежная. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду. Субтитры сделал DimaTorzok